итак всем привет дорогие друзья уважаемые комрады значит в сегодняшнем видео пойдет речь о пулях 32 калибра значит хотелось бы мне найти какую-то пулю которая будет хорошо стрелять с открытого прицела хотя бы метров на 30 укладываться ну пускай в три угловые минуты то есть пускай она будет так то есть чтобы пуля летела точно четко после того как я найду такую пулю поставлю себе вот такой вот коллиматорный прицел закрытого типа компания utg вот ну а прицеле сейчас не будем разговаривать это коллиматорный прицел значит мы поговорим с ним в следующих видео о нем то есть его на установке на одностолку как он будет ставится как он будет настраиваться пристреливаться сегодня речь пойдет о патронах значит точнее о пулях значит всем известная пуля шар вот такая пуля для нее у меня есть с пуле лейка на пуле лейка сделанная токарем вот значит так вот она собирается внутри две полусферы и естественно заливное отверстие через которое заливается свинец вот но насколько всем известно ну по крайней мере мне это известно что пуля шар летит у меня чоков нету у меня цилиндр пуля шара она особо хорошо не летит почему потому что двигаясь по каналу ствола она закручивается закручивается как теннисный шарик представляете себе теннисный шарик да когда его ракеткой закручивают какая траектория у него собственно то же самое происходит из пули шар вот значит поэтому даже пробовать пулю шар не буду до до 30 метров она стреляет свыше 30 нету шансов вообще никаких поэтому что я сделал я взял вот такой вот контейнер вот такой контейнер это под лотную гильзу вот по такую вот 32 калибра отрезал от нее лепестки там была полусфера капнул туда термоклея и прилепил туда пулю шар то есть это пуля сейчас очень сильно напоминает пулю вятка которая уже идет с обтюратором то есть пули вятки помыть и память мне не изменяет было 2 1 то есть шаровидная форма с лепестками по моему либо 5 либо 6 у них таких лепестков были как такие напои да то есть наплывы вот и 2 2 вид был тоже с обтюратором то есть там же вставлялся сзади оператор также то есть как он там крепился неизвестно то ли на клее то ли на что вот в общем очень сильно напоминает вятка с оператором да скорее всего она полетит должна полететь хорошо почему потому что в канале ствола пока она будет двигаться она закручиваться не будет ее будет поджимать оператором очень сильно и она еще зафиксирована на клее на термоклее значит это первая пуля вторая пуля такая так называемая пуля самодел по принципу пули зенит очень много этих пулях пишут очень много информации там каких можно сделать но никакой информации о том как они летают я так и не нашел в интернете до пару видеороликов на ю тубе мне дали понять что пуля зенит не летит вообще никак то есть люди пытались сделать их у них отрывала хвостовики но они были пластиковые значит ну всяко-разно они прилетали боком задом как угодно вот я решил попробовать сделать значит основная то есть центральная часть точнее не центральное тело пули выполнена из дюпеля это анкерный дюпель по бетону вот такой вот размеры его на 6 миллиметров внутреннее сверление это изба 8 миллиметров это само тело и соответственно хвостовик хвостовик я вот так вот разжал то есть вот так вот я его выполнил то есть он разжатый просто взял надфиль вставил и разогнул взял точно тот же самый оператор то есть от оператор это вот из-под вот такого контейнера и точно так же туда на термоклей посадил его взял значит болт на 22 мин на 24 миллиметра если не ошибаюсь болт под шестигранник сюда еще в шестигранник залил немножко свинца там буквально этом полтора два грамма добавил в общем весом вот этой пули которая с болтом получился 12 6 12 6 есть 12 7 весы все разные в общем больше 12 килограмм о 12 грамм извиняюсь что-то в килограмму пошел уже вот более 12 грамм такая пуля для 32 калибра 12 грамм это в принципе самое то то есть средняя навеска 14 16 18 тут 12 грамм можно положить чуть побольше пороха навесить да то есть и скорость пули будет хорошая при том что как бы выполнена на почти вся из металла только сердечник вот этот вот у нас и свинца залит вот значит попробуем сейчас зарядить четыре таких четыре и поехать пострелять значит также был в магазине скажу вам что то что на 32 калибр в продаже нету почти вообще ничего продаются вот такие вот латунные гильзы латунная гильза есть там в районе 60 рублей а смысл от нее если на эти латунные гильзы нет капсулей центробоя в городе нет у нас ни в одном магазине и кто не может сказать когда его привезут и привезут ли вообще может быть когда-то приведут короче закончился он вообще во всех магазинах его нету поэтому было принято решение я значит рассверлил свои латунные гильзы на 6 миллиметров вот рассверлил далее немножко прозинковал вот таким вот зинкером да вот так вот расшарошил их вот и получились у меня вот такие вот гильзы вот сейчас покажу капсулированную вот гильзочка с капсулем уже это капсулька в 209 ничего никуда не торчит он ровненько здесь заподлицо зашел заходит очень плотно то есть каким-то вот ручным вот этим капсуле прессом под капсулей им уже не загнать ее туда будет я его делал загонял их туда прессом которые у меня станок для снаряжения патронов на видео на канале есть вот таким вот там рычаг очень хороший и заходили они очень-очень плотно то есть они там очень тугая сидят а вот моя гильза рассверленная зазинкованная бросали в колодец оставляю капсуле просто и примерный вертикально ровно ставлю и таким очень туган дает все капсуль на месте вот значит капсуля я использую вот у меня есть премьерс 686 это 209 капсуль да они у меня уже заканчиваются и купил час капсуле муром к в 209 в принципе тоже хорошие капсуле это нашего производства работают тоже вроде бы как бы адекватно есть у меня также порох сокол еще пол баночки тут осталось у меня решил попробовать всегда на полном соколе заряжал не знаю как бы сокол работает решил купить вот такой вот ирби спорт 32 не знаю кто есть порох спортивный если допустим взять в разницу например с соколом то сокола нужно ложить 2 и 3 грамма на 35 грамм заряда а здесь нужно ложить на 32 грамма заряда 1 55 то есть процентном соотношении все это вычитал получилось у меня 43 процента на сокол если допустим берем сокол 2 и 3 грамма на 12 калибр то на 32 калибр нужно в районе 1 грамма ложить плюс-минус там полграмма но 0 1 грамма в зависимости от массы снаряда и так далее от чего каких результатов мы хотим добиться вот значит значит если брать ирбис то ирбис а нужно сложить 155 64 процента 55 1 55 будет 0,65 вот значит поэтому на вот такую гильзочку нужно ложить вот этого пороха 0,65 грамма вот но с ним экспериментировать пока не будем я с ним еще ни разу не стрелял ничего не знаю по этому пороху как он будет стрелять поэтому один единственный патрон мы зарядим на этом порохе навеску мы положим 0,65 стрельным посмотрим по отдаче по резкости как все это будет по хлесткости выстрела может быть добавим убавим навеску и посмотрим то есть не буду заряжать сразу несколько патронов чтобы не было так что зарядил 10 один выстрел и понял что не то потом чё разряжать обратно конечно мы этого делать не будем вот значит в качестве обтюраторов на порох вместо прокладок повторюсь магазинах нет вообще ничего то есть продаются гильзы продаются пыжи и это все что продается то есть а ну вот еще пышка ты не пышка тенера контейнер контейнера продаются все три наименования все что вы можете купить в нашем городе поэтому дальше уже что-то колхозить взял вот такой контейнер обрезал от него лепестки и получили оператор вот такой вот оператор на порох вместо прокладки значит ложу оператор сверху еще вожу полтора пыжа полтора пыжа да не спорю полтора пыжа маловато но тем не менее на пулю которая по подобии пули вятка можно положить два два с половиной даже три пыжа высота и она позволяет но по подобию пули зенит это подобие пули зенит сюда не положь высота гильзы не позволяет поэтому уложим всего полтора пыжа и будем смотреть что получается значит пуля зенит будет вставляться в гильзу точно также будет обкладываться пеноплексом тоненькие листочки пеноплекса не знаю что с ними будет пока не будут двигаться по каналу ствола скорее всего там замнет разорвет или еще что-то с ними сделает может быть и нет не знаю но нужно как-то зафиксировать эту пулю в гильзе это самое главное сейчас чтобы она стояла ровно то есть вот это вот эту задачу я решил сделать вот таким способом еще раз повторюсь это экспериментальный вариант то есть что будет получится я не знаю что-то должно получиться либо хороший либо плохой вариант вот значит основное снаряжение основное снаряжение патронов показывать я не буду значит на такую гильзу я ложу один грамм пороха сокол далее у нас идет оптюратор вот такой сделанный из контейнера по тридцатой калибр далее полтора пыжа идет ну точнее порох пыши оптюратора полтора пыжа пуля и сверху все это будет заливаться воском на пулю типа вятка будет точно такой же набор будет оптюратор уже будет идти два пыжа и соответственно в конце будет идти сама пуля точно так же будет это заливаться воском воск у меня сделан вот таким вот образом с канифолью вот я его на газ поставлю на газу его вскипячу все принесу сюда стол поставлю и вот обычный вот такой вот кисточкой просто обмакаю и жить промазываю все края вот этот воск не обязательно держать поставил на газу то есть его один раз разогрею сюда на стол принесу поставлю и он у меня может стоять ну минут пять-семь он стоит в жидком состоянии то есть он долго застывает поэтому успеваешь сделать там допустим 20 30 40 гильз промазать то есть это не проблема так ну что значит теперь я соберу восемь гильз то есть четыре таких пули 4 таких и поедем постреляем если какой-то из этих вариантов будет более-менее предпочтительные будем дальше с ним работать может быть что-то будем дорабатывать может быть что-то убирать не знаю ладно в общем поехали в карьер поедем постреляем смотрим что у нас получается итак ну что приехали мы пострелять значит такой вот импровизированный упор раздвижной стрелять буду стоя с упора чтобы исключить человеческий фактор так сказать первые пули полетят пули по подобию пули зенит вот посмотрим как они летают значит дистанция где-то 30 31 метр примерно вот значит мишеньку поставил нарисовал сейчас четыре пули отстреливаем и идем смотрим как они вообще летят и куда они летят второй выстрел так третий выстрел ну вот что значит получилось у нас я не понял а это наверно пыж прилетел пыж до сюда долетел раз раз два три четыре открытый прицел 30-32 метра да кучность конечно не очень но пуля самодельная вот так вот она летает значит здесь она соответственно все насквозь попрошибала все фанеры так ладно сейчас мы отметим какие были раз два два три 4 так так все значит отметили сейчас пойдем пробую стрелять пулей которая пуля наподобие предмет да все отлично выстрел хлестки но ушло намного выше намного выше ушло она пробуем вторую пулю такую же так вот почему она у меня только в воске ушла выше пробуем так опять гильзочка досталось хорошо никаких проблем не раздуло потому что пыжа достаточно но пули все улетают куда-то вверх я ни одной пули мишень не попал 5 вот так в общем они у меня абсолютно все уходят вверх крайний выстрел пулей все таки не все но в общем кучность всего этой пули вообще никакой значит прилетела сюда получается 3 но кучности нет у него вообще никакой то есть 1 2 2 вообще куда-то непонятно куда улетели вот это вот на 30 метров вот такая кучность кучность его пули этой нету вообще никакой значит это пуля по типу пулевятка и вот эти вот пули по типу пули зенит на вот они кучку пришли так что так что так ладно очень у тебя сделал экспериментальные выстрелы значит пули пути порядку мы сразу отпадаем паливается у нас кучности нет вообще никакой летит куда попало попробую еще сделать просто шары без всяких там поставиков вот сделать главных ровненькие откатать вот может быть и они полетят не знаю но мы продолжим мира с пули зенит вот 30 метров в принципе попадает но кучность конечно тоже хромает но нужно делать что то с обтюратором вот не знаю посмотрим значит вот кстати они повылетали мы мой оператор который делал который центрировалась она в гильзе из пеноплекса вот только место пеноплекса нужно что-то искать пластика какую-то трубку вот но будем экспериментировать ладно все ребят в общем всем спасибо за просмотр на улице холодно ужасно всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставите лайки всем пока